Представители всех поколений, молодежь и пожилые люди были едины в одном. Повышение пенсионного возраста допустить нельзя. Люди занимали очереди к точкам, где собирали подписи под обращением к властям. Можно было даже услышать фразы «никогда не подписывала, а теперь подпишу», потому что беспредел достали. Как сообщили организаторы митинга журналистам бийского рабочего, подписи сначала будут переданы в Крайкомп КПРФ, потом их отправят в Госдуму. Дендрарий Барнаула просит помочь с уборкой деревьев после разрушительного урагана 23 июня, сообщает Политсибру. Правда, нужны не просто волонтеры, а специально обученные люди со спецтехникой. Возможно, сотрудники лесничеств, так как работа достаточно тяжелая. Это слова научного сотрудника Центра декоративного садоводства Галины Синогейкиной. Любопытная новость от Комсомольской правды Барнаул. Специалисты Горэлектросети подсчитали, что во время матча Чемпионата мира по футболу в Барнауле увеличивается потребление электроэнергии. Пик пришелся на воскресенье 1 июля, когда проходил матч Испания-Россия. За три часа барнаульцы потребили 510 тысяч киловатт-часов энергии. Это на 143 больше, чем за аналогичный период неделю назад. А вот встреча России с Саудовской Аравией оказалась непопулярной. Потребление энергии практически не превысило среднее значение. Татьяна Голубева. Наши новости.